В Наринмаре прошла открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Традиционно участниками спортивных состязаний стали спортсмены и просто поклонники здорового образа жизни. Гонки прошли на лыжероллежной трассе в районе тепличного комбината «Солнышко». На лыжню встал и Дмитрий Марков. От желающих встать на лыжи в воскресный солнечный день не было отбоя. Традиционно участниками «Лыжни России» становятся люди разных возрастов и уровня физической подготовки. От воспитанников детских садов до ветеранов спорта. Первыми на финиш, как правило, приходят самые подготовленные. Это спортсмены, которые стоят на лыжах профессионально. В женской группе бесспорным лидером на трассе 3 километра стала Татьяна Дроздова. На лыжах девушка стоит уже больше 10 лет. За это время Татьяна успела получить мастер спорта по палеотлону и КМС по беговым лыжам. Но сегодня соперников и так, может, не было для меня, потому что одна бежала в другой дистанции. И я считала, что я буду первой точно, потому что у меня каждый год так первое место. Но дистанции было тяжело бежать. Вместе с Татьяной Дроздовой на «Лыжню России» заявилась еще одна лыжница – Анна Пластова. За плечами 6 лет тренировок и соревнований. Как результат – второй взрослый разряд. Здесь пришла третий. Но трасса далась легко, признается спортсменка. Трасса вообще отлично, хорошо подготовлена. Бежится легко. Скажите, идеально, даже несмотря на мой рост. Все замечательно, настроение. Организаторы ставят замечательное настроение, замечательная музыка. Наряду с сильнейшими спортсменами округа на «Лыжню России» встали и обычные жители – поклонники активного здорового образа жизни. Среди них и Нелли Миткина. Уже бегаю не первый раз. Вообще классно, здорово. А вы каждый год ходите на лыжах? На лыжах стараюсь ходить по выходным дням, а здесь участвую второй год. Всего на «Лыжню России» в Наринмаре встало более 300 человек. Кстати, самому старшему участнику «Лыжней России» 72 года. Длина трассы составлялась по возрастным категориям – 1, 2, 3, 5 и 10 километров. Региональную дистанцию немного увеличили по сравнению с федеральной программой. Дистанцию увеличивали уже из-за расчета по дистанциям ГТО. И уже по группам, конкретно уже группы собирались не по, как обычно, по году рождения, а по полным годам, то есть 7-8 лет, 9-10, чтобы была возможность уже ребятам показать результат именно на ГТО. На финише участникам вручали именные подарки. В этом году все российские спортсмены получили фирменные шапочки, а победители – заслуженные медали. Дмитрий Марков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Дмитрий Марков, Владisлав Носкинга. Дмитрий Марков, Владислав Носков.